Иностранные туристы могут посещать августовский канал без визы. Первые гости не заставили себя долго ждать. Рано утром поступила заявка от группы из Испании, но официально первым туристом стал маршалок подляского воеводства Ежелищинский. На границе он предъявил паспорт и разрешение на посещение парка. Находиться в безвизовой зоне можно до пяти суток, правда, только в составе организованной группы. Следующий этап – развитие инфраструктуры и большие возможности перехода границы. Пока это можно сделать по воде, а в перспективе – пешком на велосипеде и автомобиле. Также скоро вблизи августовского канала может появиться новый пункт пропуска. В соответствии с указом нам дан период до конца 2017 года. И мы вот за это время должны наработать еще предложения по дальнейшему развитию не только вот этих пунктов пропуска, о которых мы сегодня говорим, но и задействовать наши возможности в ежедорожном сообщении, лоукост, путешествия, туристы – это тоже сегодня широко распространено в Европе, в мире. И почему бы нам этим тоже не воспользоваться. Инициативу развития августовского канала поддержали и в Евросоюзе. На создание и продвижение бренда выделят около 150 тысяч евро. Открытие безвизового режима, уверен, будет способствовать развитию туристического потенциала в наших регионах. Также, думаю, это станет хорошим поводом для расширения наших отношений и в других сферах, в том числе в экономике. Мы со своей стороны, стороны Польши, также стараемся строить инфраструктуру, чтобы весь августовский канал был единым целым. Это прекрасное наследие, его просто необходимо развивать. Сегодня же в Гродно открылся и туристко-информационный центр подляского воеводства. Аналогично заработает в Белостоке на следующей неделе, но расскажет о Гродненском крае. Продолжение следует...